Донецкая Республика Из БМП, БТРов, стрелкового оружия, различных типов гранатометов Приказы на обстрелы Республики отдавали все те же преступники Соколов, командир 72-й бригады, Заболотный, командир 58-й бригады Микоц, командир 93-й бригады, Мельник, командир 56-й бригады Мы уже неоднократно обращали внимание мировой общественности на одну закономерность Усиление обстрелов карателями накануне минских встреч Так, сегодня мы получили там очередное подтверждение Украинские бандиты и садисты перед переговорами, которые должны состояться 6 апреля в Минске Снова усиливают интенсивность огня по населенным пунктам Республики Наиболее интенсивным обстрелом с применением запрещенной минскими договоренностями вооружения Подверили следующие населенные пункты Республики Зайцево, Горловка, Старомихайловка, Спартак, Исиновата, Коминтернова, Саханка, район аэропорта Петровский район, город Донецк В результате минометного обстрела населенного пункта Зайцева со стороны Вооруженных сил Украины Получил множественное осколочное ранение Александр Сергеенко, 92-го года рождения Разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение сил и срез вдоль линии соприкосновения сторон Так, в районе населенных пунктов Пески, 3 км от линии соприкосновения, обнаружено 3 танка Красногоровка, 3 км, обнаружено 2 танка и автомобиль Урал с боеприпасами Авдеевка, 5 км, обнаружено прибытие 3 автомобилей КАМАЗ с лишь составом до 160 человек из националистических подразделений Все данные о нарушении минских доверенностей были переданы представителям СЛКГ и миссии ОБСЕ Мы неоднократно заявляли о низком морально-психологическом состоянии, пьянстве и преступлении украинских военнослужащих Так, вчера населенный пункт Майорск, нами был задержан военнослужащий украинской армии Сержант Родовец Валерий Никифорович, 73-го года рождения Рядовой Кушпиль Алексей Алексеевич, 86-го года рождения Проходящие службы в 4-й роте огневой поддержки минометного взвода 42-го отдельно-мотопехотного батальона 57-й мотопехотной бригады Следовавший в пьяном виде на автомобиле ЗИЛ-131 по трассе Артемовск-Майорск И это уже не первый случай, когда украинские военнослужащие в состоянии сильного опьянения теряются на местности, попадая на территорию ДНР Также наша разведка фиксирует перемещение штабов и органов управления 72-й и 128-й бригад Вооруженных сил Украины из глубины зоны АТО к линии соприкосновения Перемещение штабов из глубины переднему краю – один из признаков под АТОПик к наступательным действиям Вооруженные силы ДНР стоят на страже рубежей республики и готовы ценой своей жизни защитить свободу и независимость своей страны Субтитры создавал DimaTorzok